друзья я вас приветствую сегодня мы будем говорить про сигналар это технология не новая на самом деле это очень интересная штука которая позволяет взаимодействовать клиент и сервера в реальном времени при помощи специализированных протоколов современных не очень и вообще поэтому собственно говоря нам нужно обратить на него внимание потому что рано или поздно вам придется столкнуться с такими задачами которые потребуют реального времени обращения сервера с клиентом и клиента сервером соответственно что надо сказать есть asp.net core signal это сборка для разработчиков asp.net который в общем-то упрощает процесс добавления в функции в режиме реального времени к приложениям что это такое это определение во первых сайта msdn но смысле в microsoft и если говорить другими словами то сигналар это набор сборок набор nugget пакетов в общем-то набор gs компонентов который позволяет наладить взаимоотношения сервера с клиентом и клиента сервера надо сказать что сигналар имеет работу с несколькими протоколами websocket фрейм серверы events long pooling это такие способы общения клиента сервером когда открывается соединение ну можно сказать да открывается соединение да вот так и и может и клиент посылать в это соединение какие-то сообщения и сервер в это же соединение может отвечать клиенту в реальном времени то есть взаимоотношения между сервером и клиентом работают по образу full duplex если хотите то есть и туда и сюда и в общем-то и обратно надо сказать что сигналар умеет выбирать самое оптимальное решение надо сказать опять же что при появлении новых протоколов сигналар их будет охватывать я надеюсь на это очень другими словами сигналар умеет выбирать в зависимости от того каким клиентом вы подключаетесь оптимальное по скорости оптимальное по наверное современности если так можно выразиться протокол который позволяет максимально задействовать все ресурсы вот это вот режима реального времени ну и надо сказать что помимо автоматического выбора есть и вручную можете явно сказать сигналару что использовать только допустим websocket и никуда он дальше не дернется если websocket он не найдет то есть браузер старый не поддержит websocket он просто отвалится скажет error и это нужно в общем-то понимать ну и надо еще сказать что если мы будем говорить про архитектуру ну а сервер клиент надо понимать как это устроено в общих чертах чтобы как минимум было представление о том что я собираюсь сегодня допустим на видео показать итак представьте что у нас есть чат какой-то который реализует собой сервер причем это не просто сервер это хаб это часть самого сигналара у сигналара есть хабы которые в общем-то должны где-то хоститься и надо понимать что этот хостинг может быть и sp.net core про который мы сегодня будем говорить это может быть допустим сэлф хост на каком-нибудь консольное приложение с сэлф хост подключение сборки например top shelf по моему называется неважно есть и windows сервис который тоже может выступать как хостинг для вот этого хаба но мы не будем пока вдаваться подробности в общем есть и другие варианты я пока не буду про них говорить надо значит в общем определиться с тем что раз у нас есть сервер у нас может быть и клиенты клиентом для вот этого хаба может быть любой собственно говоря как консольное приложение в информ джаваскрипт клиент или там кому-то спа например или до пиев клиент в общем-то и и пи клиент приложение на этой платформе и даже я вам скажу что можно даже эти клиент и все они соответственно должны иметь возможность подключиться клиент все к серверу и открыть прямое соединение и в режиме реального времени обмениваться сообщением не сообщение не смысле стрингами какими-то то есть текстовыми данными а сообщениями к объектами да надо сказать что мы про все не про них говорить не будем я сделаю некоторое количество и тут нужно понимать что так или иначе консольное приложение может быть и на dotnet фреймворк и на dotnet core да то есть вы можете понимать что все зависит от того какие стандарты вы используете нет стандарт нет фреймворк или нет фреймворк корр смысле нет корр вот поэтому надо сказать что опять же вот как раз этот сигналар это набор сбора как рассказал который может быть имплементирован в разных ипостасях на разных платформах вот это нужно понимать чтобы правильно принимать решение которое вы хотите сделать если у вас общедоступный сервер допустим это из подот нет корр допустим в контейнере в api подключили туда поставили этот хаб контроллер то есть создали контроллер который типа хаб в общем выложили его в общий доступ а потом подключайтесь к нему откуда хотите как хотите каким хотите клиентам ну и что я хочу продемонстрировать я у меня в планах сделать несколько приложений на самом деле это не тривиальная задача потому что сами понимаете большой уровень включаемости в проект да то есть я имею ввиду что чтобы заработал проект нужно несколько приложений сделать и сразу и все одномоментном одном видео показать невозможно поэтому мы сегодня будем делать сервер я его буду делать на платформе а и спдот нет корр более того я буду использовать стандартный шаблон вернее шаблон для меня стандартный который называется не был фреймворк но вы должны понимать что вы можете взять вернее не брать шаблон а сделать просто в api на dotnet core и навтыкать в него нужные вам и полезные штуки которые будете вы использовать непосредственно себя в своем приложении и единственное что вам нужно будет добавить там пару строчек это сигналар ну и в общем то поставить эндпоинт для использования этого самого сигналара ну и перед тем как начать давайте я покажу схему примерную схему того чего будет реализовано и так первым делом у нас будет на самом деле identity сервер как вы понимаете чат не имеет смысла если там все анонимные пользователи и поэтому без identity сервера который буду реализовывать на базе своего фреймворка будет уже интегрирован система также у меня будет модуль который будет называться chat api это тоже будет на базе этого него фреймворка в общем то я это делать для того чтобы это было быстро ну а вы можете использовать уже существующие или собственно говоря реализовать заново если будет такой интерес ну и помимо этого дальше будут делаться в информ будет немножечко вуда пиев консольное приложение и javascript начать я думаю конечно же с identity сервера тем более это делает очень быстро из шаблона далее будет созданный пи ну давайте так вот поставлю 2 ну и сделать наверное еще сделал консольное приложение на котором в общем собственно можно будет отладить все процессы которые будут происходить в чате ну и еще что хочу сказать я весь этот проект всю систему положу в github для вашего доступа ссылку положу в описании ну и в общем то давайте приступать начнем с identity сервера потом сделаем чат и наполним его некоторым функционалом и так добро пожаловать на мой рабочий стол у меня два шаблона они установлены identity сервер и без него давайте на секундочку приторможу и покажу как их установить есть kalabonga.net сайт это мой блог в блоге есть статья которая называется nimble nimble framework и вот собственно говоря установка этого фреймворка здесь несколько вариантов для visual studio для dotnet консоли то есть для кликом онлайн интерфейс ну и здесь же есть еще установка для райдера все ставится легко и просто это если интересно ну и в общем то как вы понимаете есть ссылки на сам этот шаблон в нем есть описание много информации читайте если интересно если нет в качестве рекламы ну давайте забудем про него итак я открываю шаблон и буду использовать как раз вот этот вот identity server 4 давайте поставлю какой-нибудь название удобно читаемая пусть это будет чат и это у нас будет аус пусть будет сервер ну вот как то так запускаем на создание проекта и нужно немножечко подождать сейчас visual studio установить зависимости больше в общем то ничего в этом проекте делать не надо здесь уже все настроено и identity сервер и все нужные для него необходимости по части авторизации есть настроено логирование единственное что хочу показать это то что у меня есть здесь пользователь он создается я в дальнейшем буду использовать сейчас у меня система вот откроется здесь есть пользователь который по умолчанию создается вот его логин и где-то тут есть его пароль вот он на самом деле он без изменный и так не нужно тогда показать что у меня здесь есть identity сервер и у него есть настройки у меня есть клиент который называется микросервис 1 у него есть api 1 и использует он паспорт это я тоже буду использовать ну в общем то что мне нужно делать нужно всего лишь навсего запустить проект и показать что этот пользователь с этим логином может войти в identity сервер и следующим этапом я буду создавать уже как раз модуль без identity сервер то есть в api без него в котором тоже будет возможность зайти этому пользователю в общем хочу показать что это связано между собой два шаблона сейчас она запустится сервис так вот у нас серилок красиво рисует все вот у нас сервер напоминая что он находится на адресе 10000 1 теперь мы здесь но в общем то поверьте мне что здесь как раз тот самый логин и пароль я нажимаю логин и я залогинился то есть эта система работает это уже делать ничего больше не потребуется единственное что хочу еще напомнить это то что сейчас используется система in memory да то есть используется сборка которая называется in memory так один момент она находится есть то есть если вы захотите это все положить в реальную базу данных вам потребуется вот in memory вам потребуется удалить эту сборку и поставить то у того провайдера который вы будете использовать и мессискель или еще каком там я не знаю в общем я думаю что я понятно объяснил и так следующим этапом мы будем создавать модуль самого уже чата который будет но в другом сервисе в другом проекте соответственно ну даже вернее в другом солюшине и потом мы сделаем так чтобы они между собой начали дружить и так давайте так это у нас старый сервер давайте создадим новый в котором уже непосредственно будет храниться сам чат в котором будет подключен сигналарь который будет связки вместе сервисом который называется аос то есть там будет идентификация происходить пользователя ну и все клиенты которые должны будут прийти на этот микросервис которым есть чат должны будут авторизоваться собственно гряна этом на идентифи сервер получить токен и с этим токеном отправить запрос в общем мы сразу решаем несколько задач так микросервис темплейт я выбираю который уже без на самом деле а идентифи сервера ну и там некоторых функционал урезан так давайте сюда ведем как мы эти удобно читаем и опять же название пусть будет namespace чат и назовем ну пусть будет и 5 до пусть будет и 5 это нормально матершинное название пусть так и будет и так сейчас visual studio загрузит зависимости я пока закрою всякие ненужные закладки и для того чтобы показать что он действительно работает вот только загрузился для начала давайте тогда откроем аос сервис и запустим бог чтобы он был в рабочем состоянии пусть пока погрузится немножко что-то не может стартануть нет стартует такс и теперь запускаем но созданный сервис который называется чат и пьян на принципе свернуть это можно свернуть вот у нас одна картинка вот вторая это идентифи сервер это просто сервис и сейчас вот у меня загрузился 2001 этот микросервис который мы только что создали я нажимаю авторайз нет я нажимаю авторайз и здесь ввожу того же самого пользователя и логин так не хочу то непонятно еще раз вот и нажимаю авторайз и как вы видите вот айвентити сервер отработал авторизовал пользователя ну в общем вот так вот работают эти шаблоны я в общем то ничего больше не делал просто запустил и создал два проекта и теперь я могу в чате в будущем чате авторизоваться и на идентифи сервере ну и теперь дальше будем делать некоторые телодвижения в сторону разработки непосредственно самого функционала давайте пока все по закрываем нам они теоретически пока не нужны и так первым делом давайте подключим все-таки сигнал ару нам пригодится но теоретически можно создать что-то наподобие вот такой штуки давайте я прям так сделаю чтобы было красиво здесь напишу не медиатор сигнал р ой и здесь у нас будет сервисы свой сигнал кор чем отличается город сигнал ар в сигнал ар вызывается корр там еще есть некоторые штуки которые веб-то подключает общем это все можно найти в описании на гитхабе самого фрамворка и так я здесь подключая сигнал ар здесь вот эту штуку выношу в отдельную и теперь вот здесь это все можно сохранить а вот здесь можно сказать вот таким вот образом сигнал ар в общем я вот так это делаем так здесь конфигур мне нужно настроить эндпоинты потому что сигнал ар я подключил а вот здесь нужно в эндпоинтах замапить хаб хаб то то что собственно игре будет торчать наружу то есть это типа контроллеру но только такого другого уровня да так давайте назовем коммуникейшн хаб естественно у нас его нету поэтому нам его нужно создать я буду создавать таким вот образом сейчас верну здесь shift f2 хаб но вдруг у меня еще другие появятся хабы и теперь можно здесь нажать и создать такой файл коммуникейшн хаб и теперь соответственно вот здесь можно добавить namespace в общем то для того чтобы эта штука заработала нужно вот здесь указать параметр куда то есть как конкретный url куда будет подключаться пользователь ну пусть называется час чтобы тут не изобретать велосипед но и она показывает красным потому что он не унаследован от хаба ну вот теперь он перестанет горит красным я надеюсь да надеюсь надежда оправдались но и теперь соответственно вот тут вот будем сейчас реализовывать этот самый хаб ну во первых я люблю использовать дженерик типы здесь будет а и коммуникейшн хаб у меня уже скопирован здесь делаем интерфейс и сюда будем вписывать методы которые этот хаб будет поддерживать ну во первых я хочу знать о том сколько пользователей вернее какие пользователи зашли в систему то есть чтобы у меня был список пользователей в этом чате и поэтому на него можно будет кликнуть выбрать конкретного но так в дальнейшем потом вдруг если вдруг это будем делать и для этого мне нужно писать task и допустим update users ну пусть будет task ну потому что по naming convention если task ой task async async должен заканчиваться на async и в наружу так сказать мы будем выдавать лист я пока не претендую на аутентичность и реализации users ну может быть я и номеру бы использовать теоретически ну давайте напишем а и ну мир и был вот так вот лучше конечно и номер был и теперь соответственно есть у нас хаб у нас теперь у него может быть метод который пока сделаем паблик task соответственно пока без названия сделаем его таким образом здесь напишем clients all это значит обновим всех пользователей вот у нас дженерик появился здесь апдейт и синг и сюда мы должны передать список всех пользователей для того чтобы сюда передать нам нужно сделать какой-нибудь класс который будет управлять этими пользователями их подключениями и подключение этих пользователей к системе остановимся на секундочку поговорим вот о чем когда пользователь заходит подключается нет не так когда подключение происходит сигналару вам выдается уникальный connection айди и этот connection айди при каждом обновлении страницы будет обновляться и сбрасываться при этом пользователь остается один другими словами одного пользователя может быть охрененное количество подключений он может быть залогинен на двух устройствах или в двух браузерах или на браузере и в консоли и в браузере например и в мобильном приложении таким образом у одного пользователя будет там 100 подключений и если вы хотите ему отправить сообщения теоретически и вы должны отправить на все его connection и и тогда он получит на всех браузерах все вот эти свои сообщения и для того чтобы это сделать давайте пока напишем так нам нужен этот юзер давайте вар юзерс пока напишем вот так вот твой напишем что у нас чистый список пусть будет вот так вот лист стринг и отправим его сюда ну чтоб компилировался код юзерс вот и вот это пока будет работать методы я делаю вот таким образом я его называю чтобы одинаково созвонился по и звучал и теперь так как это у меня таск я должен еще написать ритурн таск нет ритурн плохо слова ритурн таск комплит вот вот таким вот образом то есть это какой-то вот личный на набросов но для того чтобы это все сделать что это заработало мне первым делом нужно зарегистрировать пользователя если я напишу worry то я найду что у меня в хобби содержится к не он коннект от и он дисконнект от давайте на он коннект перепрыгнем итак здесь у нас будут регистрации пользователь когда он будет подключаться и эверайна он дисконнект тот здесь будет регистрация пользователя когда он будет отключаться то есть когда мы подключаемся у пользователей connection id нам нужно если пользователь еще не зарегистрирован зарегистрировать его и добавить ему в список коннекшенов если он дисконнектится мы проверяем если это последнего подключения мы удаляем в списках подключенных но вот такой вот примерно режим работы будет и для того чтобы эта штука заработала давайте для начала создадим чат connection давайте сразу создадим чат connection запятая чат юзер запятая ну и твой так тоже си sharp и тогда еще создадим чат на джер тоже сша то есть три класса будут отвечать за вот этот функционал который сейчас только что написал и так у нас есть чат connection здесь у нас будет ну например давайте сделаем такой вариант пусть у нас будет здесь date time это поскольку этот коннекшен был подключен connected ну пусть вот так вот это это во сколько этот коннекшен был установлен и здесь соответственно должен быть еще string connection айди не ну так не надо коннекшен найди вот так такс но у меня она говорит что он может быть нул был давайте я сразу сделаю что он не может быть нул потому что ну если connection нет то какой смысл его регистрировать это первое в общем-то с коннекшеном который может быть у каждого пользователя мы грубо говоря закончили теперь нам нужен пользователь вот это чат вот пользователи во-первых порядок на видим и теперь смотрите у одного пользователя может быть ну как минимум юзерный да и это нужно отобразить string ой string пусть будет юзерный нейм дальше но естественно он него него не может быть он пустым давайте поставим такую конструкцию которая нам подтвердит что он может быть нул и соответственно здесь должен быть какой-нибудь лист давайте сделаем а и номера был вот так вот чат коннекшен да что такое чат коннекшен вот он это пользовательские подключения и она у нас будет в общем-то ритон ли и здесь мы у пользователя сделаем правит ритон ли ну пусть будет лист чат коннекшен это будет коннекшенс и соответственно ну давайте в конструкторе вот так вот проинициализируем так-то намного мне что-то на не цилизировала нет мы в конструктор не будем этого делать мы это сделаем вот так и коннекшен равен new чат коннекшенс юзерный так это мне тоже пока не нужно ну хотя до юзерный можно отсюда получить стринг будет юзерный и соответственно а коннекшенс их два почему-то нет один ну давайте вот так вот и сделаем давайте это уберу здесь сделаем вот так вот по-простому это что такое не получается control в убираем закрываем вот таким вот образом то есть у нас коннекшен и не могут просто так не откуда получиться мы их сможем здесь только инициализировать но для того чтобы нам добавить этот коннекшен давайте сделаем паблик воет аппент какой-нибудь коннекшен и здесь нам нужно будет создать коннекшен и соответственно паблик давайте воспользуюсь магией и здесь напишу remove коннекшен то есть когда пользователь отключается из какого-то коннекшена мы должны удалить список этих подключений из списка подключения этого самого пользователя пока оставим так ну и дальше нам нужен будет менеджер менеджер как раз будет отвечать за всех пользователей но во первых здесь должен быть какой-нибудь менеджер так менеджер у нас так давайте пока это уберем нам нужно здесь список пользователей паблик не давайте напишем private нам зачем наружу ты хотя наверное наружу тоже потребуется хочу пасти пока не знаю read он ли и нумера бал будет чат юзерс это будет пока вот так вот юзерс равеню давайте воспользуемся новой конструкции вот так вот лист вот так вот так у нас будут создаваться пользователи и теперь нам соответственно нужно сюда написать какой-нибудь паблик войт даже не войт нам нужно здесь обязательно булево значение потому что мы должны создать пользователя если он уже был то мы должны вернуть фолз есть ли его еще не было ему только что добавили тогда true bull connect давайте вот так вот напишем юзер здесь какая-то данная return пока фолз дальше все распишем и здесь по идее нам нужен какой-то паблик войт наверное remove или дисконект давайте дисконект юзер и соответственно пока это вот так вот ну понятно дело что конект юзер нам нужно имя пользователя это мы потом сюда пишем я сейчас наверное просто остановлю сь расскажу что я сделал и потом наверное все это допишем смотрите у нас есть пользователь у него может быть несколько подключений ран на разных устройствах и менеджер как раз управляет этими подключениями при подключении это происходит вот нет не здесь нет здесь и здесь 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 при подключении мы будем вот этот чат менеджер давайте для начала сразу добавим список контейнера в смысле в dependency injection я вот здесь вот напишу так вот чат и скажу сервисы с но во первых нам нужно singleton потому что мы будем подключать а у нас будет один чат менеджер на все на все на все приложение на весь сервис то есть каждый раз новая система выдавать один и тот же то есть пользователи будут сохраняться это круто так чат менеджер создали и теперь возвращаемся к нашим подключением и так у нас подключается пользователь он приходит сюда здесь мы создаем этот отсюда вам нужно сделать соответственно inject то есть этот чат менеджер я пока по простому пишу меня нет цели супер экстра мега код написать и грубо говоря вот здесь вот когда пользователь connected мы должны вот в этот чат менеджер сделать конект юзер ну с какими-то там штуками и надо сказать что вот на самом деле сигналар поддерживает так называемых группы да то есть я могу включить пользователя в какую-то группу и я здесь как видите должен передать connection айди и вот этот вот connection айди это тот самый который сюда пришел ну вот так вот если смотреть client ой контекст . вот он connection айди то есть у нас все инструменты есть осталось все написать я наверное остановлю видео напишу чтобы сэкономить ваше время а потом может быть кратенько покажу ну да наверное все так и сделаем но и так у нас есть инструменты я сейчас напишу код покажу как это работает а мне еще нужно будет дыма сделать какой-нибудь давайте я еще сделаю консольное приложение и потом вам все сразу покажу тогда видео получится более кратким потому что уже слишком она затягивается и так 5 сек коллеги на самом деле все получилось правда потребовал немножко больше времени чем я ожидал и вот что мне есть смотрите у меня есть три проекта давайте я включу такую штуку и скажу что у меня есть проект который называется чат аус сервер это тот самый идентиц сервер который просто стоит стендалоном то есть в стороне от всей системы микросервис на и может просто принимать запросы на выдачу токенов авторизовать и вся фигня у меня есть второй сервер который называется чат api он собственно игра подключен чисто гипотетически к ос серверу но вернее настройки таким образом сделаны что пользователи которые пришли в этот сервер они могут быть проверены этим самым identity сервером на возможность подключения то есть токен будет инвалидирована непосредственно на identity сервером и будет пропущен в общем то пользователь на контроллеры на хабы я уже говорил что хабы это такие псевдо контроллеры которые стоят наружу но специальном варианте ну и надо сказать что еще есть консоль клиент который в общем то я сделал для того чтобы проверить что этот функционал работает и в общем то нужно с чего начать нужно часть начала да я немножко сделал изменения собственно в самом аус сервере я добавил ни одного клиента от 3 как изначально говорилось давайте на него переключимся и я все покажу и так у нас есть дата есть вот этот самый и не шалайзер в котором теперь есть хелпер давайте покажу на самом деле это нюансы до get user она просто создает нового пользователя добавляет пользователя с ролями в общем она делается то же самое что и было для одного пользователя я сделал это немножко поудобнее чтобы я мог добавить одного пользователя второго и третьего я думаю что их запомните вот и эти пользователи будут потом использоваться в консольном приложении где-то тут вот они все три могут подключиться ладно чуть чуть позже да в общем я вот эти изменения внес и на самом деле у меня просто при старте этой системы запускается три пользователя возможности использования и я сейчас это сделаю она будет там где-то в бэкграунде работать бог не и так следующий на уровне смысле по очереди это ай коммуникацион хаб который содержится в чат и пи ай в котором есть два метода сэнд месседж и апдейт юзер апдейт юзер это показывает секс списком всех пользователей которые зарегистрированы в чате и сэнд месседж тот самый сэнд месседж который собственно говоря разбрасывать сообщение между пользователями давайте переключимся непосредственно на хаб и здесь в общем то есть некоторые нюансы и так смотрите у меня хаб использует стандартный базовый набор который через generic прокидывать все методы первый метод апдейт второй метод сэнд месседж ничего сложного в этих методах нет как вы видите мы и я уже говорил что мы создаем чат давайте побежимся по всем итак у нас есть чат коннекшен который собственно говоря проецирует коннект пользователя к сервису мы можем знать во сколько был пользователь зарегистрированным и какой коннекшен айди ему был присвоен один пользователь может подключить несколько коннекшенов и в частности это выражено вот в этом месте то есть у пользователя есть несколько коннекшенов и это добивается тем что при регистрации пользователя так это чуть позже мы создаем коннекшен который он пришел с которым он пришел на этот чат и если коннекшен так вот в этом месте давайте вот так вот помотаю вот теперь покажу то есть когда пользователь регистрируется у него есть один коннекшен мы этот коннекшен собственно говоря создаем и есть ли коннекшен айди не равен ну он добавляется список коннекшенов который есть у этого пользователя дальше если пользователь выходит из системы а у него может быть на данный момент то есть на момент выхода несколько коннекшенов мы проверяем что этот коннекшен существует системе далее мы проверяем что этот коннекшен из которого он выходит упс давайте вот так вот есть в списке коннекшенов если мы его находим мы его в общем-то удаляем тоже собственно говоря понятно то есть пользователь может зарегистрироваться на некотором количестве даже браузера да на закладках он сколько раз нажал у него будет столько коннекшенов но пользователь будет один и это в общем реализовано вот в этом чат юзер дальше у нас есть чат менеджер который в общем там внутри себя содержит список всех пользователей которые он зарегистрировал момент входа в систему и так как у нас есть опция входа и выхода они работают в общем-то вот таким нетривиальным способом вернее наверное тривиальным да то есть мы ищем если у нас пользователь системе если есть при регистрации мы удаляем если если есть системе мы добавляем новый коннекшен если нет мы создаем нового пользователя и все-таки добавляем этот коннекшен и этого пользователя добавляем список всех пользователей вот сюда это как бы тоже понятно дальше если пользователь выходит из системы мы знаем что он выходит и нам приходит Connection ID, мы ищем пользователя по Connection ID, если мы не находим, мы говорим «до свидания», если находим, ну, это, конечно, маловероятная ситуация, что мы нашли Connection или они, собственно говоря, не найдены, то есть пользователь, который у нас точно есть, у него все равно должен быть один какой-нибудь Connection и в случае, ну, это как бы называется «для дурака», да, вот этот вариант, это для дураков, в общем, ну, всяко разно бывает. Другими словами, мы ищем списки зарегистрированных пользователей, Connection, который совпадает с Connection ID, и если мы его не находим, мало, это, конечно, вероятно, но, тем не менее, я сталкивался с такими случаями, когда так может быть. И, в конце концов, мы приходим к тому, что мы проверяем, если пользователь, который выходит, и у него больше Connection нет, то мы пользователя удаляем еще и из пользователя, то есть из списка пользователей, к которому он подключен. Если мы знаем, что у него больше чем одно соединение, ну, вот как вот здесь, то мы просто удаляем одно соединение и говорим, что мы не делали никаких изменений. Вот этот ключевой момент, сейчас покажу. Итак, при выходе пользователя, вот здесь вот, есть у меня верайды, вот, при выходе пользователя из системы мы проверяем, если у меня не найден пользователь, мы говорим «до свидания», а вот если он найден и он последний, нет, наоборот. Если у меня есть пользователь, и у него не последнее соединение, то есть мы говорим true, то мы из контекста Connection ID мы выключаем его из группы. На самом деле, обработку групп я добавил намеренно, чтобы вы понимали, что вот эта вот группа, она может быть к спискам, да, и разное количество групп. Я сделал одно по умолчанию, оно называется General, и, в общем, вы можете вправе, вы вправе добавить сюда любое количество групп, которые вы хотите добавить и обрабатывать их соответственно. При входе пользователя и при выходе пользователя я запускаю этот Update список, ну, в смысле, Update список пользователей, и при входе, при выходе, то есть любой пользователь, вошедший в систему, получит обновленный список пользователей, существующих в чате. И, в общем-то, тут очень все просто. Этот метод, он ищет всех пользователей, выбирает только названия, приводит их к списку, и этот список отправляет, то есть стринги. А в этом Update User прокидывается для, собственно говоря, всех пользователей. То есть вот это значит All. Ну и, в общем, еще один метод, который называется SendMessages, и он говорит о том, что отправляется всем, кроме текущего пользователя. Очень хитро сделали в предыдущей реализации. Ну, когда я использовал SignalR, такого не было, приходилось методом исключения делать. Ну, а теперь есть другой удобный метод, который позволяет отправить всем другим, то есть не этому пользователю. тоже, на самом деле, очень удобно. Я думаю, что с этим разберетесь, и это будет в GitHub. Это, как бы, в общем-то, на самом деле понятно. Ну, и еще, наверное, нужно сказать, есть два метода Send и Update, и вот эти названия, в общем-то, нужно запомнить, потому что в клиентской части они будут использованы. Ну, и для начала давайте запустим этот сервис. И теперь мы точно знаем, что у нас работают два сервиса, Identity Server, сервис, ну, сервис Identity Server. Так, это у нас хост, он нам не нужен, Swagger, хотя тоже очень приятно, что работает. И есть модул. Модул – это у нас тот самый API с чатом. И теперь смотрите, я открыл специально три коннекшена в консольное приложение. Так, давайте вернемся в консольное приложение. Это будет третьим этапом. Давайте для начала все свернем, проверим. Да, все работает. Теперь покажу. Итак, третий проект, который мне пришлось создать, чтобы проверить весь функционал, это называется chat.console.client. Что это такое? Ну, во-первых, у меня есть… Давайте так. У меня есть Message Helper, который позволяет случайным образом выбирать из некоторого количества сообщений, вот они здесь перед вами, те, которые будут отправлены от одного клиента до другого. Ну, в смысле для пользователей. Так, сейчас я их вот так вот красиво раскладываю. Правда красиво? Да, я тоже думаю, что красиво. Вот. И здесь ничего умного я не придумал, как случайным образом выбирать по нажатию пробела любой из этих сообщений. Это понятно. Дальше. У меня есть Security Error. То есть это некоторые нюансы обработки сообщений с Identity Server. И я думаю, это вам будет полезно. Дальше. У меня есть сам Security Token, который приходит в ответ с Token TypeExpert. Я тоже это реализовал. Это тоже, мне кажется, на самом деле вам может пригодиться. Я очень надеюсь на это. Ну и, в общем-то, у меня есть Token Loader, который, что единственное делает, это готовит контент, который должен отправиться вместе с токеном для получения этого самого токена. Вот он он. И, в общем-то, мне нужно указать сервер. И это дело очень просто. Я думаю, что если у вас какой-нибудь свой Identity Server, то и вы можете подставить сюда вот это сервер URL. Я специально это вынес в отдельные штуки, а в отдельные переменные вы можете воспользоваться. Итак, у меня я поставлю здесь бряку. Для начала я покажу, что у меня есть дефолтный юзер, который не приходит из аргументов. Ну, потому что я... Давайте тоже это покажу специально. Я сделал таким образом, чтобы можно было в дебаге, вот, в аргументы будет подставляться пользователь user1, ну, чтобы нужно было каждый раз вводить. То есть, если я ничего не отправил аргументы, я потом их чуть позже покажу, как использовать, то у меня будет передаваться пользователь по умолчанию. И если у меня аргументы пустые, я буду использовать вот этот. Логин и пароль. Пароль у меня везде одинаковый, поэтому я просто делаю реквест на сервер пользователя, который пришел откуда-то с паролем, и на сервер, который, в общем-то, как вы видите, соответствует моему identity-серверу, который в системе уже, как вы помните, вот, крутится. Я получаю токен с этим токеном. Ну, в общем, если токен я не получил, то это полная жесть. Вот. Дальше я создаю connection. Я говорю, что в header options, то есть параметры в header, я включаю authorization bearer, тот самый access token. Кстати, вы можете реализовать кастомный, так сказать, вариант. Если у вас есть access token провайдер, вы можете его подключить напрямую. Ну, вот в этом месте можете использовать. Это, на самом деле, тоже не возбраняется. Ну, если не хотите использовать вот конструкцию, упс, которая описана мной выше. Ну, и после того, как эта вся фигня как бы подготовлена, то есть у меня есть токен, я подписываюсь на события, и я об этом вот уведомляю пользователя вот в этом месте. И так, давайте вот эту штуку отключим. Вот. Я подписываюсь на события updateServer, то есть updateUsers и на события onMessage, sendMessage, вот. В общем, когда я получаю список пользователей, я через forRitch его вывожу, как вы видите, а когда я получаю конкретное событие, то есть message объекта сообщения от пользователя, я его просто, ну, вывожу вот в этой строчке. Я думаю, что это тоже понятно. Ну, и дальше там магия некоторая с тасками, то есть вот тот самый helper, который генерирует. И, в общем, я делаю connection, sendIsync, тот самый один из методов, который я показывал, sendMessageIsync, имя пользователя, и какое сообщение там попадется. И если это был spacebar, это отправка сообщения, если это был enter, мы выходим из приложения. В общем, я это сейчас все сворачиваю, и теперь открываю консольные приложения. Один, два и три. Так, а где? Вот оно. Нет, непонятно. Да, вот так вот. Вот, у меня их три. Теперь смотрите. Я в первом говорю, что я хочу залогиниться. Так, мне для этого нужно что? Вот. Я буду здесь как первое приложение. То есть как первый пользователь. Нажму enter. Ну, у меня, конечно же, что-то не сработало. Да, что-то не работает. Давайте я все позакрываю и начнем сначала. Итак, у меня есть консольное приложение. Я открываю само приложение. его, вернее, расположение. Открываем bin. Открываем debug. И здесь даже еще нет есть. Ёшкин код. И здесь говорю, открыть терминал. Отлично. А теперь я напишу. Ну, я думаю, что напишу. Вот. Так. Экзэ. И здесь напишу юзер. Ну, потому что я добавил специально юзер один. Вернее, один собака. Ёп. Нет. Ёп. Майл точка ком. Я нажму enter. Вот смотрите. У меня идентий сервер заработал там где-то в глубине. И он аутентифицирован пользователя. Я получил токен, соответственно. И модуль, то есть вот этот вот самый чат подтвердил, что у меня есть подключение. И у меня написано, что один пользователь подключился. Теперь я нажму еще раз создать терминал из этой папки. И теперь напишу все то же самое. Сейчас он загрузится. Вот. Но только уже юзер два. Я показывал, что я создал два пользователя. Так. Вот этот показ вернул. И я нажимаю enter. Получение токена. Делаем connection. У меня выдало сообщение, что подключено два пользователя. У юзер один и юзер два. У юзера два сразу подключено. Ну и чтобы уже совсем до конца, как бы контрольный в голову. Я здесь создам еще один раз терминал. Это можно уже закрывать. Я больше их не буду создавать, потому что пользователя у меня больше нет. И здесь скажу, что у меня есть третий пользователь, который подключается к чату. Нажимаю enter. И надо видеть, что у меня теперь, как вы видите, у каждого из клиентов. Раз, два, три. Подключено три пользователя. И, в общем-то, теперь я могу что делать? Я могу сделать вот такой вот шаг. Ход конем. Вот так вот красиво раздвинуть. И теперь нажимаю пробел. И смотрите, у меня оба пользователя получили случайное сообщение. Я от имени где-то у нас юзер два. Нажимая пробел, пришло сообщение. Оно, по идее, в рандомайзе. То есть случайно из них выбирается. Как вы видите, все печатается. Теперь я делаю наоборот. Давайте сделаем вот таким вот образом. И теперь у пользователя один. Нажимаю пробел. И у меня, соответственно, получает сообщение. То есть второй и третий. Ну и вы понимаете, что сколько бы я нажимал пробел. Как вы видите, в зависимости от того, какой пользователь. В общем, все работает, друзья. Это интересно. Это круто, на мой взгляд. Потому что не все так просто, как оказалось. Ну, тем не менее, у вас есть исходники того, что я сейчас вам показал. Давайте я все позакрываю. Есть Identity Server, который стоит отдельным сервисом. Есть Chat-сервис, который в этой микросервисной архитектуре является одним из сервисов. Который может получать пользователей запросы и рассылать их кому попало. Ну, в смысле, зарегистрированным пользователям. Я это тоже позакрываю, чтобы, в общем-то, ничего не мешало. Ну, и что хотелось бы сказать. Ну, наверное, то, что, на самом деле, достаточно интересная оказалась идея. Я думаю, что следующим этапом будет реализация еще кого-нибудь клиента на какой-нибудь платформе. Ребята в нашем Telegram-канале подсказали, что было бы неплохо сделать еще и Blazor клиента. Так что подключайтесь. Я думаю, что будет интересно. И на этом я бы хотел с вами попрощаться. Ссылки оставлю на все в описании. Пишите комментарии, шлите деньги по ссылке. Ну, больше ничего не нужно. Всего доброго и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok